Привет, Майчус! Привет, друзья! Расскажу вам забавную историю, которая произошла у меня на фоне обзоров на наушники CVJ Conoco и CVJ S-A-Seed. Недавно на канале Чернов Эйва обзор на CVJ Conoco. Я их там очень высоко оценил, я просто не знал цену. Ну, можете посмотреть, найти в интернете или в описании закреплю. В общем, очень классно звучат наушники. А когда я узнал цену, я был вообще приятно удивлен, думаю, вау, как, зачем? Почему такая цена? Очень достойная модель, рекомендую к приобретению. То есть, вообще, все там хорошо. Удобная посадка, на стоковом стыдном кабеле все звучит достойно хорошо. Плюс три режима работы, то есть один динамический излучатель, плюс включается арматура, как и двухполоска работает. И потом еще третий режим, низкочастотный драйвер, подключается там для просмотра кино или для игр. В общем, каждый для себя там найдет свой сценарий применения. И параллельно выпускает компания CVJ модель наушников Ассасин. Принцип тот же самый, драйверы те же самые, описание те же самые, немножко графика АЧХ отличается. Беру я ее на обзор, изучаю и понимаю, что звук не тот. То есть, цена составляет уже порядка там 50 долларов, а может даже больше. Как минимум, в четыре раза дороже выходят Ассасины. Я делаю обзор и рассказываю. В общем, вкратце, в чем разница? Ассасины это те же самые Каноко, только они поставили, ну, по идее, более качественный кабель, не знаю, но он туда хорошо подходит. Модель наушников удачная и правильно она стоит там своих там 50 или 60 долларов. Однозначно они там своих денег стоят. Игровая гарнитура, как бы так, но с очень нестыдным звуком. Подчеркиваю, очень нестыдный звук. Я сделал обзор, послушал, я не нашел преимуществ помимо комплектации у Ассасинов перед Канокой. Так и рассказал в своем видео, в своем обзоре. Причем не то, что нет преимуществ, а даже проще. Почему? Потому что звуководы поставили демпфер с тем самым сгладив там. Динамический диапазон украли, они информацию украли. Сразу я почувствовал, насколько не хватает верха в режиме однодрайверной динамы, когда они работают. Настолько не хватает, что ты теряешь какие-то высокочастотные звуки. На фоне Каноки, где режим однодрайверной динамы был очень удачен, очень классный, очень уместен. Понимаешь, там вот было на любой вкус. Хочешь одну динаму слушай, хочешь в паре с арматурой, то в случае с Ассасинами уже придется выбирать, мне кажется, больше в сторону двухдрайверного режима. Я об этом снял обзор, все как бы рассказал, как есть. В общем, не проходит и суток после обзора, получаю сообщение на электронную почту. Покупал эти наушники в магазине Orange Audio Store и Magix Audio Store. Ну, как бы это одна и та же площадка. Магазин мне передает сообщение производителя, типа, цитируя меня, цитируя полностью мой текст. Я вообще прифигел, думаю, вау, вот это да. 6 или 8 строк моего текста, в котором я сказал, что Ассасин потерял эстетику, эстетику подачи звука каноки. Прикинь, ну и прочие там еще нюансы, что более глухой звук, более задавленный, более там разваленный из-за того, что там недостаток информации получился. И типа, удалите, пожалуйста, видео. Я просто прифигел. На моей практике это впервые. То есть, я у них не сижу на зарплате в магазинах. Они мне халявных образцов не присылают. Они были куплены, эти образцы. Да, со скидкой. Да, там дешевле они отдали, там вкупе, ну еще там с ЦАПами я брал и с прочей там техникой. Но все же, ну как бы там ни было, что это за мансы такие, типа, удалите, вы не похвалили наш продукт, а мы уже там нашарашили, там 700 образцовывали сколько-то. И по вашей, ну такой нейтральной оценке на наших наушников, у нас нет продаж ни в Украине, ни в России. Ну или как слабые продажи. А это должно людям нравиться. Понял. CVJ Ассасин, они классные наушники, хорошие, достойные, свои денег стоят. Проблема в том, что Канока вышла по цене 18 долларов слишком хороша. И здесь не вижу причин, по которым Канока должна стоить 18 долларов. Вот просто не вижу причин. В том-то и проблема, что нет смысла, если ты не хочешь, конечно, черного цвета и съемный микрофон. Я вообще других причин не вижу для покупки Ассасинов, если есть Канока. Да, ты, может быть, любишь там темный звук. И Ассасины тоже можно превратить в Каноку, вытащив поролоновый демпфер из звуковода. Ну, нужно ли это? И кто будет этим заниматься, если есть готовый продукт в виде Каноки? В общем, такая вот история. Бывает, видишь, как компания недооценила продукт. Очень недооценила. И реально можно было за Каноку ставить 50 долларов, а за Ассасины 60, ввиду того, что там другой кабель более модный и съемный микрофон. Вот такая вот история. Поэтому, я думаю, полезная информация вам. Такие вещи иногда за кадром происходят. Ссылки мы оставим на продукты и на Каноку, и на Ассасин. Потому что магазины достойные, магазины классные. И Orange Audio, и Magic Audio я рекомендую покупать. Там все надежно, все быстро, хорошо, корректно. И обратная связь хорошая, отправка. Ну, короче, вообще нареканий, проблем никаких нет. А вот к производителям таким, которые, типа, делайте обзоры, только хвалебные-хвалебные. Это, конечно, мне было лично неприятно. То есть, купил, работу проделал, обзор сделал. А по факту, друг мой, надо было сильно-сильно хвалить. А так ты нам не даешь продавать продукты. Ну, короче, как-то так. Так, CVJ Ассасин сегодня. Недавний мой обзор на наушники Канока от CVJ. Кто не видел, но я в конце этого видео ссылку закреплю. Или воспользуйтесь поиском, посмотрите. Там я растекся весь, там в благости такой, в комплиментах, в хвалебных таких эпитетах, там умных словах в адрес Каноки. Потому что так сложилось. Потому что этот обзор дался мне настолько легко и просто. Вот просто кайф. Вот понимаешь, все поэтапно прошло, без сучка и задоринки. Комплект, комплект, все из комплекта, только амбушюры я там поставил. Спирал доты. И просто супер. И с телефона все классно звучит. И с ЦАПа все классно звучит. И тумблер рабочий на 100%, ну как минимум два режима. Нулевой режим, когда одна динамо работает. И второй режим, когда подключается арматура. 100% рабочие оба режима. Даже третий режим, он вполне себе приемлем. На какие-то сценарии, там кинчик посмотреть, может быть там в гоночке погонять или стрелялку побегать. Вполне себе. Раздувает низ, такой сабвуферный эффект. Смазанность придает на низких частотах. Но тем не менее, какую-то свою атмосферу добавляет. Короче, узнав тогда, что наушники стоят 18 долларов, я был в какой-то эйфории. И в таком стиле подал тот обзор. И сейчас уже прошло время, я подостыл. И тем не менее, я говорю, блин, это класс. Это такая маленькая революция в бюджетном сегменте. Потому что в виде одних наушников, в лице одних наушников, ты получаешь прям вот как минимум два стопроцентных рабочих сценария. Причем с очень нестыдным звуком. Сейчас я, кстати, ссылку оставлю в описании. Magic Audio Store, Orange Audio Store. Я ссылки поставляю, там можете переходить. Там цена 18 баксов на Konoku. Даже с оглядкой на Assassin я рекомендую приобретать. Вот, прямо не стесняясь об этом говорю. Рекомендую. Класс. Там еще купоны, промокоды какие-то дает магазин. Да можно вообще за 560 гривен, по-моему, их купить. Чтобы удовлетворить свою любопытство, что же я так нахвалил, можно брать смело. Это точно там не те деньги, о которых жалеть. Короче, теперь разберемся с ассасинами. Цена 59 долларов. Чем же они так интересны и интересны ли? Вот, меня интересовало, я нашел для себя эту модель. Короче, давайте начнем с упаковки. Какой-то богатой упаковки здесь не добавилось. Здесь наружная вот такая вот картоночка с указаниями. Ну, в том же стиле, как и на Konoku. То же самое написано. Те же самые циферки, те же самые характеристики. Внутри коробок CVJ. Вот такая вот небольшая коробочка с кабелем и с тремя парами амбушюр. Ну, еще и там скрепочка для переключения тумбров. Вот, все. Тут сами анализируйте. Комплект поставки особо не убогатился. Отличается лишь тем, что здесь поменяли провод. И добавили вот такой вот съемный микрофон. Вот такой съемный микрофон, который работает отлично, фиксируется классно. Отмечаю, что вот двухпиновый разъем здесь на микрофоне, на съемном, очень даже классно работает. Кабель какой-то другой. По звуку я не могу сказать, лучше он Konokovsko или нет. Просто выглядит оно более цивильно, более интересно. К наушникам подходит по звуку 100%. Я положил здесь вот Xingx серебровая, смежильная, положил JTC5. Короче, чистая медиахатная, сэш-секи. Не тот, не тот кабель не сыграли лучше, чем штатный. Это тоже как плюс этой модели. Дальше. Внешний вид. Вроде бы конструктивно все один в один, но фейс-плейт изменился. Непрозрачный пластик. Те же тумблеры. Вроде бы тот же звуковод, только звуковод. Обрати внимание, лишился зацепа. Он теперь гладкий. И может быть такое, что будут спадать амбушюры. У меня такого не было. Но вдруг, мало ли, там со временем амбушюрка растянется. И дополнительного зацепа не будет. Отмечаем такой момент. Те же самые три компенсационных антиверсия. Но, ну, вроде бы как все так же точно. Но мне кажется, что немножко калибровочка отличается. Во всяком случае, тут много могут быть нюансов. То есть, какие там тряпочки внутри поклеили. Демпфирующие тут такое. Это остается только лишь гадать. Вот, в общем, не просвечивается это. Напомню, здесь три модуля. Один какой-то вибрационный, типа там, эффект сабвуфера дает. Дальше динамический один излучатель. Десяти миллиметровый одна. Балансная мотура, которая стоит вот здесь вот в носике. Переходим к звуку. Смотри, какое впечатление у меня. Какие у меня точки отсчета были. Я готовился к обзору на Sivga Nightingale. Цена больше 10 тысяч гривен. 279 долларов. И вот, когда я их снимал с прогрева. И потом сразу же включил Ассасин. И мне прямо любопытство было, думаю, сразу после дорогих планаров. Что, послушая вот эти из коробки на родном кабеле, на родных амбушюрах. Кстати, вот они вот такого вида там с сердечником. Как я обалдел опять в благости. Когда я включил после планарной Sivga вот эти Ассасины. Я же говорю, из коробки на родном кабеле без прогрева на родных амбушюрах. Просто раз и понял, насколько все правильно. Гармония тембров, гармония всего. Просто класс. И это я к тому, что разные точки отсчета, когда ты готовишься на обзор. Когда ты рассказываешь о модели. И у Sivga у меня была точка отсчета какая. Я вижу все недостатки, которые меня прям бросаются в уши. Я ищу плюсы. Я вынужден искать плюсы, чтобы их там рассказать, выделить, как-то сгладить углы. Вот то с Ассасинами, наоборот. Услышав только первые там 30 секунд композиции, я понял, что я буду искать недостатки. Это говорит о том, что очень-очень неплохая модель. Она очень неплохая, как в лице Konoki. Она там вообще удачная. Здесь то же самое. Модель удачная. Но добавилось... Что у нас добавили? Добавили микрофон, а цену подняли до 59 долларов. И тут я уже так смело не буду говорить, что вау, классные уши. Бегите покупать. И тут нет. Тут соговорка. Я рассказываю еще в чем нюансы по звуку. А по звуку они есть. Меня неприятно удивило, что звук стал более заперт. Первый эффект. Да, динамо, нулевой режим. Все вроде бы правильно и хорошо, но чувствуется запертость пространства. Запертость звука. Какая-то задемпфированность. Ну, запертость. Просто понимаешь, как будто чуть-чуть отстраненность вот эта. Потеряна эстетика подачи звука. В Konoki была эстетика. Легкость. Воздушность. Послезвучие. Я говорю, там оба режима. Чистая динамо и динамо плюс арматура. Они оба 100% рабочие. С ассасинами в стоковом варианте у тебя уже такого вряд ли будет. Потому что, когда ты будешь слушать чистую динамо, тебе не хватит высоких частот. Тебе не хватит деталей. Тебе не хватит акцентов, звонкости, очерченности. Звук стал заперто, мутновато, подраздутый на низких частотах. И даже излишне напорист. Понимаешь? Заперто, напорист. Это усреднился звук сейчас. В ассасинах. Он усреднился. Вот эта изюминка, которая была в Konoki, она потерялась. Куда-то делась. Понимаешь? Там была отличительная черта дороговизны звука. Вот эта свобода. Размер, масштаб и количество воздуха. И при увеличении громкости звук масштабировался. Понимаешь? Если у тебя способен это отыграть плеер или ЦАП, то Konoki с этим справлялась. Невероятная реализация 10-мм излучателя. А вот с ассасинами, вот оно как-то раз схлопнулось. Вроде бы и размер остался всего. Но хвосты обрублены. Окончания обрублены. Стало теплей, уютней вроде бы. Кому-то может даже придется по душе. Потому что напористость, ударность, массаж перепонок, отклик на громкость. Не такой, как будто чувствительность понизилась. Хотя на самом деле это не так. Один в один цифры. И вроде все хорошо, но вот нюанс вот этот, он появляются пробелы между инструментами. Инструменты становятся ближе. Задних планов становится меньше. И режим чистая динамо, он уже не так применим. Когда включаешь арматуру, тогда вот как раз режим чуть ли не единственный. Ну 70 на 30 в пропорции, что в пользу вот этого режима динамо плюс арматура. Понимаешь? И тут вот надо думать. Надо думать. Стоит ли покупать? Да, кто любит низкие частоты, там оно наваливает очень хорошо. Прям очень здорово. Количественно. Но низкие частоты, они смазаны. Понимаешь? Есть вот количество достаточно, но артикуляции не хватает. Смаз есть. Какой-то недостаток скорости ощущается. И всплески, вот этот баланс тихих громких звуков, он тоже уже немножко перекошен. Начальная динамика звука отличная, а потом она раз, она тебе сделала как будто даже больно немного, утомила. Потому что на такой громкости слушаешь, чтобы слышать еще и тихие звуки. А тихие звуки раз, они ушли на второй план, они притушились. И высокие частоты тут вообще действительно на втором плане. Ты многих звуков не слышишь в режиме динамика. И ты вынужден подключать арматуру, и она выручает. И прямо очень-очень слушабельно все становится. Но нужно ли это, понимаешь? И все равно я не вышел на тот уровень, что давала Канока. Кто не слышал Каноки, тот приобретет эту модель и будет считать, я думаю, ее удачной. Вполне себе удачной. Но эстетика, класс звука, он потерялся. И знаешь, что я вот, оно мне не давало покоя. Буквально перед обзором, вот, просто думаю, дай-ка я сниму вот эту решеточку. Посмотрю, ну не просвещается, ну не видно. Если то, Канока просвещалась, мы видели, что арматурина там и прочее убранство внутреннее. Я снимаю вот эту решетку. Да, здесь решетка, да, здесь тряпочка. Она и в Каноке есть, а тряпочка, мы видели это. Но она очень все правильно настроена там. И настолько баланс в Каноке, что не хочется ничего трогать. Ты понимаешь, что компромисс где-то чуть-чуть тебе не досказали. Но за счет этого арматура звучит правильно все. Хорошо, достаточно хорошо. То здесь, прикинь, я снимаю эту решетку, на ней тряпка, а под тряпкой еще и поролон. Прикинь. Так что вот тебе ответ на вопрос. Получается, что Ассасин это та же Канока, просто ее тюнинганули иначе. Плюс, может быть кому-то и плюс. Вообще гладкие тембры, чуть раздутый смазанный бас. Напор, понимаешь. Будет какой-то бум-бум-бум-бум, не такое, более тяжеловесное будет. Но детали потеряны. И, ну, вытащив этот поролон, поставим на место решетку с тряпочкой, я думаю, мы получим ту же самую Каноку. И каждый для себя сам найдет. Покупать 3,5 Каноки или один Ассасин. Ну, как-то так. Поэтому рабочая штука. Работает один режим, второй и третий. Нормальный кабель, который менять не просится здесь под замену. Вообще не знаю, ну, правильно с этим кабелем здесь все звучит, все классно. Кому-то придется ко двору микрофон. Вот так вот. Ну, я думаю, исчерпывающий дал ответы, что к чему. Все, друзья мои. Коротенький ролик относительно. Всем спасибо. Magix Audio Store, Orange Audio Store. Ссылки в описании. Вы сами знаете и для себя, что надо покупать. Ну, и хорошего дня. На связи.